Привет, друзья! Это очередной выпуск Собака в доме, и сегодня мы поговорим о средствах содержания, которые могут пригодиться вам, как только вы только приобрели щенка. И об этих средствах, об этих девайсах для собаки желательно подумать еще до покупки щенка. То есть, либо вы его уже зарезервировали, либо вы его уже ждете в гости, либо собираетесь за ним ехать. То есть, в любом случае, эти вещи, в принципе, недорогие, их не очень много, и они значительно облегчат вам жизнь в дальнейшем. Так как я считаю, что первый год вашего щенка – это самый сложный год и в вашей жизни. Но, тем не менее, самый-самый интересный и познавательный. И первое, без чего мы точно не сможем никогда обойтись – это то, с чего наша собака будет есть. И у меня это вот такая стальная миска. И лично я советую покупать лично от себя именно посуду из нержавеющей стали. Так как она наиболее долговечна, она просто выдержит все что угодно, и вряд ли собака сможет от нее как-то отравиться. В отличие от пластиковых, от каких-то еще веществ, из которых делают миски. Следующий девайс реально важен был для моей собаки, потому что у моей собаки длинная шерсть. Два раза в год, по-моему, она линяет, и ей необходимо вычесывание регулярное, кропотливое, дотошное вычесывание. Поэтому вот такие гребешки очень здорово помогают в жизни вообще. И лично мой совет – вычесывать собаку хотя бы раз в неделю вот таким вот гребешком с редкими зубцами. Это достаточно дорогая вещь, называется фурминатор, и это такая своего рода пуходерка, которая вырывает вот этот вот отваливающийся подшерсток у собаки, когда она линяет. И пара таких вычесываний серьезных, и в принципе собака полностью избавляется от ненужной шерсти. Ну и потом еще раз в неделю вот эта щеточка проходится. Это довольно дорогое удовольствие, от 600 до 800 рублей колеблется цена. Но эта вещь долговечная, это вы купите себе на всю жизнь. Как ни странно, но в последнее время я реально оценила прелесть этого предмета. Это вот такие сумочки, которые одеваются на пояс. И это я могу назвать сумочкой для дрессировки. Но на самом деле, когда вы идете гулять, чтобы не раскладывать все по карманам, сюда можно положить и ключи, и кошелек, и какие-то деньги. Ну в первую очередь, это сумка для лакомств. Есть у меня два отделения, и в одном у меня непосредственно хранятся лакомства, а в втором уже какие-то мои вещи. И это реально здорово, это облегчает тебе карманы, руки, и понимаете, просто неудобно в одной руке таскать телефон, ключи и прочее. В другой руке собака, тебе еще нужно ей давать лакомство за какую-то дрессировку, и ты просто кружишься. Такие сумочки очень удобные, и в принципе они очень долговечные. И я очень рада, что я купила эту вещь. Я реально не думала, что она настолько мне будет полезна. Безусловно, это вещество. Особенно пригодится тем, кто собирается завести спинеля. Так как спинели желательно мыть раз где-то в две недели. В дождливую и мокрую погоду, это вот чаще. Но мы купили, как только завели Линду, вот такой шампунь. В принципе, не обязательно такой, просто это шампунь и кондиционер для белых собак с экстрактом жемчуга. То есть он еще якобы оттеночный. И это классный шампунь. Вы представьте себе, у моей собаки уже почти полтора года. И вот этот шампунь был с самого ее появления в нашем доме. И насколько его хватило, тут еще осталось. Но этого не хватит на нее всю, потому что лапы только помыть. Стоит он 380 рублей. И это хорошая вещь. Очень нужная, поэтому желательно подобрать шампунь в большой упаковке, чтобы потом не вспоминать в нем, не мучиться. Кстати, фирма хорошая, говорит Perfect Coat. Идеальное пальто. Идеальное пальто для собаки. И следующих вещей, на мой взгляд, не должно быть у собаки слишком много. Потому что когда их просто навалом везде валяется, собаки просто становятся неинтересны с этим развлекаться. Да, как вы догадались, уже волосатая, погрызанная. Это игрушки. И личный мой совет. Купить несколько игрушек и давать ей в день хотя бы по одной. То есть не все сразу, иначе она потеряет интерес. Вот, 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 видите? Интерес пробудился. И когда вы идете на прогулку, берите с собой те игрушки, с которыми собака еще давно не играла. То есть если вы возьмете вот эту, с которой она у меня каждый день играет, на улице, она мне внимания вообще не обратит. Ну, зачем мне игрушка, если столько всего интересного не опознанная? Ну, если вы возьмете неопознанную игрушку, то, скорее всего, она будет с ней играть. Косичка стоила около 300-400 рублей. Она у Линды уже около 3-4 месяцев, наверное. И ничего с ней не случается. Она вот сейчас грызет ее, но ничего не происходит. Следующее, это косточки. Косточки, в принципе, нужны собакам для того, чтобы счищать налет с их зубов. Поэтому лично мой совет, если вы покупаете косточку, покупайте такую, чтобы она могла ее там часа за 2 всю схомячить. Или дали косточку и убрали, чтобы она не болялась у нее постоянно. Ну, это уже даже не кости, я не знаю, что это. Это же не похоже на кости. Господи, вы посмотрите, что она нашла. У кошки просто тоже есть игрушка. Боже мой. Ну и, конечно же, последний и немаловажный пункт, это корм. Скорее всего, если вы брали собаку-заводчика, то он может вам посоветовать хорошую марку, хороший корм, который щенок с удовольствием ест, на который у щенка нет аллергии. В таком случае, здорово, покупайте такой и кормите. Или натуралкой. Ну, тоже проконсультируйтесь обязательно с заводчиком. В том случае, если такой возможности нет, или вы брали собаку не у заводчика, то я советую не сразу покупать огромный мешок. Купите на пробу килограммов 3 или 6. Если с собакой все будет в прятке, все хорошо, то продолжайте. И обязательно приучайте собаку к самому появлению в доме, к наморнику. И не имеет значения, кусается она у вас или она не кусается. Наша собака вообще это добродушнейшее существо, которое за всю свою жизнь у нас лаяло от силы раз 10, наверное. Приучайте собаку к наморнику, потому что, скорее всего, вы будете куда-то ездить. Скорее всего, вы будете ходить в ветеринарную клинику, на приемы наморника обязательно нужен. И приучить собаку к наморнику, в принципе, несложно. И вот сейчас мы с Линдой гуляем к наморнике, чтобы она не подбирала всякие курики. И ей он нравится, она даже не хотела его снимать. Она прям сама к нему тянется, не уходит, хочет его погрызть, привязать. И это странно, конечно, но, похоже, она в него улюбилась. Еще немножко слов про здоровье собаки. И вот честно, друзья, если вы завели собаку, обязательно заведите для нее отдельный конвертик бюджета. И пусть там лежит какой-то неприкосновенный запас, не знаю, 7-8 тысяч, допустим. И пусть он там лежит, потому что, когда собака заболевает, ты не знаешь, когда это произойдет. А, скорее всего, хотя бы раз в жизни собака болеет. И это весьма себе бьет по кошельку, если у вас собака большая, на нее требуется гораздо большая доза сывороток, препаратов каких-то. И все это очень бьет по бюджету, поэтому животные болеют, да, животные как-то люди, они могут болеть. Так что, друзья, если вам было интересно это видео, пожалуйста, ставьте пальчики вверх, задавайте свои вопросы. Также по поводу содержания собак, я с радостью на них отвечу, потому что опыт упорный. Мелинда сейчас испугалась кошки, ну что все происходит? Задавайте свои вопросы под видео, желаю вам всех, всем здоровья, здоровья вашим животным, счастья и счастливого наступающего нового года. Пока-пока. Кошка, что с тобой? Обычно мне Линда мешает снимать, а тут кошка.